Всем доброе утро! Сегодня суббота, 9 сентября, и вот такой вот я приготовила вкусный завтрак. Нажарила сырников. Здесь у меня чаёк с лимончиком, там я намешала сметану с вот таким вот джемом Махеев, это клубничный джем, и буду сейчас завтракать. Навожу сейчас дома порядок, прибираюсь, заодно разгребаю всякие разные свои коробки, которые у меня тут ещё с отпуска остались. Делал по горло, и нужно ещё маникюр переделать, потому что этому маникюру уже больше месяца, я его делала ещё летом, перед морем, уже, конечно, пора его снимать. Времени нет, не знаю, когда я это успею сделать. Вчера я купила новый плед, я вообще обожаю всякие разные пледики, новое постельное бельё, и приобрела вот такой вот мягкий плюшевый плед с такой симпатичной бежевой расцветкой. Вот сейчас буду его распаковывать. Вот такая вот фирма, 150 на 180, очень такой приятный, мягкий, хочется его уже вот сюда расстелить. Купила я его со скидкой, по-моему, рублей за 700. Это такая хорошая цена для такого пледа. Всё, плед я постелила, вот так вот он теперь смотрится. Там, как всегда, мои верные друзья, медведь с авокадо. Ну всё, сейчас у меня там стираются вещи, в общем, продолжу уборку. Субтитры сделал DimaTorzok Я пришла с перекрёстка. Сегодня понедельник, и как-то у меня опять горло першит сегодня целый день. Я вчера съела мороженое, только и всего. Я надеюсь, что оно у меня не заболит. Давно на моём канале не было видео продуктовых покупок. Купила так по мелочи, в принципе, у меня всё дома есть. Ну вот, например, взяла вот такое вот печенье. Это вообще моё самое любимое печенье, ребятово, шоколадное, с нежной глазурью. Безумно вкусное, советую попробовать. И также вот такое домашнее ставящим шоколадом. Такого я ещё не подпала. Ну вот попробую с какой-то шоколадной крошкой. Дальше взяла вот такие вот солёные палочки. Ну это так, вечерком похрустеть с морской солью. Там, не обращайте внимания, у меня на плите еда стоит. Это шоколадные вафли вот такие. Ни разу не брала. Ну вот попробуем. Вафель вообще захотелось. Дальше захотелось халвы. Вот такую взяла подсолнечную. Она ещё и была по акции. Сейчас посмотрим по чеку, сколько она вышла. Далее вот такие вот огурцы. Здесь у меня яйца. Затем взяла вот такую вот новинку. Это чудо-творожок. Вкус ламбир с тропическими фруктами. Тут кокос и ананас. Я вообще люблю вот такие вот творожки. Чудо. Тоже очень они вкусненькие. Дальше увидела вот такой вот пудинг. Село зелёное, шоколадный. И мне прям так захотелось этот пудинг. Я не помню, когда я употребляла пудинг. Попробуем, что это за зверь такой. Ну прям очень хочется. Я даже его сегодня попробую. Дальше губки для мытья посуды. Тут у меня всего лишь одна несчастная китайская груша. Дальше колечко песочное. Тоже вкусное оладушкин. Это, конечно, неполезная еда. И не для моего, наверное, желудка. Но, в принципе, летом мы пару раз кушали такую лапшу. И как я завариваю? Я не кладу ни специи, ни овощи. Я просто беру лапшу, заливаю кипятком и так ем. Ну, знаете, это так вкусно. Потому что я такие штуки редко употребляю. Ну вот взяла. Так, думаю, выходной заварю. Просто потому что захотелось чего-то такого. А тут у меня кусочек свинины. Мои любимые тофи, именно с белым шоколадом, были по акции. Я забрала последнюю коробочку. Очень их люблю, вот именно в белом шоколаде. Дальше это вот такие вот финские хлебцы. Безумно вкусные. Я на них, кстати, тоже подсела. Хотя раньше не обращала внимание. На работу взяла вот такую шоколадку, изюм и миндаль. Далее вот такие вот орешки. Это обычный классический миндаль, не жареный. И дальше вот такой вот финский сыр. Ну, такой набор продуктов. Посмотрим по чеку. В Питере сегодня невероятно чудесная погода. Сегодня 12 сентября. И посмотрите, в чем я иду. Я иду без куртки, в платье. На улице просто лето. Я не помню, чтобы в Питере была такая классная погода. Многие вообще ходят в футболках. Да и вообще эта неделя будет вся теплая. Вчера тоже было тепло. Но сегодня по-особенному. Сегодня вообще 25. Просто шикарнейшая погода. Я иду с Валберса, иду с работы. Сейчас приду домой, буду делать. Дальше маникюр. Я начала носить вот такой вот браслет. Это комплект, который мне подарил мой молодой человек из магазина Соколов. У меня такие серьги есть. Вот такой потрясающий браслет. Но я его долгое время не носила, потому что здесь дурацкое крепление. И вот буквально только вчера я смогла его себе застегнуть. Но опять-таки связано это с тем, что он мне немножечко большеват. Поэтому я могу сама себе его застегнуть. Но проблема многих ювелирных изделий заключается вот в этом ужасном креплении. Вот такая вот застежка. Она просто жутко неудобная. Здесь вот такой вот маленький хвостик, за который трудно ухватиться. Неважно, есть у вас ногти, нет у вас ногтей. Застежка ужасная. И такое делают практически везде. Это может быть цепочка, браслет. Я хотела вообще отдавать такие браслеты в ювелирную мастерскую. У меня заменили данную перемычку чем-то другим, более удобным. Вот видите, получилось застегнуть. С другими двумя браслетами, к сожалению, такая фишка не пройдет. Потому что те браслеты мне как раз, и я уже так застегнуть себе не смогу. Поэтому другие браслеты все-таки надо отдать в мастерскую. Опять я пришла из магазина. На этот раз я ходила в магазин Лента. Я вчера занималась маникюром, поэтому у меня на столе все заставлено. Я сейчас буду убираться и показываю вам на полу, как все выглядит. Кстати, вот мой маникюр. Была очень классная цена на вот такой лак от Taft. Они вообще стоят всегда безумно дорого. Эти лаки за 400 рублей можно найти и выше. А здесь была цена 199. Просто вот самая бюджетная. Вообще, я видела в других магазинах в Магнит Косметик. Этот лак стоил 229. Я уже думала, меньше цены быть не может. Оказывается, может. Вот 199. Надо было даже несколько купить. Дальше взяла вот такой джем Махеев вишневый. И на кассе мне девушка, кассир, сказала, что вот есть такие вот классные эко-пакеты. Как они называются? Пакеты-шоперы. Они такие большие. Из очень качественного материала. Здесь такая вот ручка. И она сказала, что на эти пакеты сейчас классная скидка. И один такой пакет стоит 10 рублей. Всего лишь. А так они стоят то ли 49, то ли сколько там. Вот. Поэтому я, конечно же, взяла. Я взяла два вот таких пакета. Очень даже круто. Конечно же, тоже буду их использовать. Но я, в принципе, тоже могу кому-нибудь отдать. В хозяйстве, конечно же, такие пакеты пригодятся в любом случае. Тем более за такую классную цену. Дальше я взяла вот такой вот напиток. Агуша. Это яблоко и вишня. Это летний мой напиток. Очень мне нравится. Вкусненький такой компотик. И тоже был по акции. Далее вот такие вот хозяйственные перчатки. К сожалению, были только одни. Хотя мне, конечно, нужны были еще одни для мытья пола. В общем, в бытовых целях. Еще взяла вот такую вот тряпку для мытья пола. Она с двухлопком. Вот такая классическая тряпочка. Пусть будет финские хлебцы. В последнее время покупаю их. Подсела на них классные. Такие приятные мягкие корочки. Так, здесь у меня вот такая вот приправа. Это мята. И еще одна мята. Я взяла, чтобы заваривать чай. Я обожаю мяту. Конечно, мне нравятся свеженькие листочки мяты. Но вот буду использовать вот такие. Дальше захотелось попробовать от фрутоняни мини-хлебцы. Яблоко, клубника, банан. Такая вот маленькая упаковочка. Такие хлебцы. Так что попробую. Дальше тут мне дали от ленты. Не знаю, что это такое. Игрушка какая-то. Но это пойдет моей подруге. Дальше сыр. Брест-Литовск. Тульский пряник мой любимый. С вареной сгущенкой. Гречка-увелка. Ну и также взяла вот такой вот гель для стирки. Велор. Здесь целый литр. В таком вот пакете. Хотя было написано, что он стоит 149 рублей. Но мне почему-то он пробился за 99. Как бы я не поняла, почему. Ну ладно. Вот такой небольшой набор покупочек. Я иду домой. Заходила в Альберис. Вот такая у меня пришла кофточка. Причем пришла она просто как будто в целлофоновом пакете. Ну все, на улице похолодало. Сегодня 14 сентября. Я иду в куртки. Куртка у меня короткая. Но мне холодно. Я бы сейчас одела пальто. Ух. Сейчас, наверное, где-то градусов 15. В общем, уже дубарь. Я в шарфики иду. Еще было тепло. 25. Сегодня уже все холодно. Сегодня практически целый день шел ливень. Так что на этом теплые дюнячки закончились. Всем привет и здрасте. Кто-то тут уже насвинячил. Бусинка. Здрасте вам. Кто такой пушистый пришел ко мне в гости? Бусь. Тима ее сладкая девочка. Такая пушистенькая. Такая плюшевенькая. Вчера бусинку привезла подруга с утра. И вот мы снова вместе. Она округлилась. Она такая стала пухляшечка. На камеру на самом деле будет не видно. Но вот я не знаю даже как показать по сравнению с моей ладошкой. Она такая прям упитанная стала. И пушистая, и колочки шерсти уже повсюду тут валяются. Последний раз бусинку я видела в конце июня. Она была в разы меньше. Теперь она такая прям настоящая женщина с такими округлыми бочками. Бусинка прыгает везде как сайгак. Я даже не успеваю среагировать. Пет, пушистыш. Пушистыш такой. Пушистыш такой. Мне лень было заваривать сегодня чай. Я просто вот взяла такой вот пакетик. Но потом ближе к обеду я заварю чай. Я купила еще сухую мяту. Так что будет у меня такой вкусненький чаек. Я уже позавтракала. Тут у меня была сгущёнка. И там у меня в тарелке остались сырники с творогом. Такой вкусный завтрак. Я опять заболела. Ёлки-палки. Вот как так. Вчера я выпила инговинит снова. Я заболела еще 18 августа. То есть у меня были сопли, какой-то непонятный кашель. Потом я даже ходила к врачу. Мне поставили ОРВИ. И все. Я прилетела. И вот буквально еще, не знаю, недели две назад, наверное, только у меня насморк закончился. Я нормально прожила эти две недели. И бац, опять. Какая-то, короче, ходит, видимо, эпидемия. Вирусняк у нас даже на работе. В группах очень многие дети болеют. Ну, например, из группы придет только половина человека. Остальная половина просто болеет. Я не знаю, что за эпидемия. Хотя в Питере еще не было таких холодов. Была достаточно теплая погода. Откуда развелась эта бяка, я не понимаю. Но, как говорится, вирусы не дремлют. И, как правило, вирусы все-таки размножаются активно в теплой среде. Вот. Поэтому, может быть, кто-то меня опять заразил. Но я еще вот в понедельник стала чувствовать какое-то такое щекотливое состояние в области бронхов. Я уж надеюсь, это не какой-нибудь там ковид. Потом я чуть-чуть подкашливала. Где-то, наверное, дня три. Короче, все болеют. Видимо, кто-то меня, скорее всего, заразил. Я не знаю. Но вот такое легкое откашливание у меня было. Но это прошло. И потом начался дикий насморк. Получается, с четверга. В пятницу вчера я еще кое-как проработала 7 уроков. А в эти выходные, видимо, будет самый пик. Смурта воскресенья, льющиеся сопли. Забитый нос. Слава богу, запахи я более-менее не чувствую. Хотя вчера вечером у меня вообще пропал нюх. Вкусовые ощущения. Я такая подумала, блин, вдруг это ковид. Но потом я себя успокоила. Если у вас даже обычный насморк, естественно, вы не будете чувствовать многие ароматы. Особенно, если у вас вот самый пик этого насморка. Нос забивается. Но сегодня утром, слава богу, я уже смогла ощутить ароматы. Ну, как-то так стало спокойно. То этот ковид уже всех задолбал. Буду сейчас лечиться. У меня вообще в планах было сегодня отснять видео. Так как у меня есть сейчас свободное время, более-менее. Но, к сожалению, вот с насморком, конечно, как я буду снимать, я буду гундосить. Это будет не очень как-то красиво, мне кажется, звучать. Поэтому откладываем на следующую неделю. Ну что ж, выходные у нас подошли к концу. Я дома лечилась. Сегодня мы с молодым человеком сходили в гипермаркет. Окей, погода опять испортилась. Пошел дождь. На улице было сыро. Я примерзла. В общем, сейчас буду опять лечиться. Жду подругу. Сейчас она должна бусинку забрать. Да, бусинь? Бусильда. Когда ты потом в следующий раз ко мне приедешь? Малышоночек. Такая вот переноска. Сейчас будем заталкивать туда бусинку. Она всегда не хочет от меня уезжать. Бусинку уже забрали. Я такая немного в потрепанном состоянии. Хорошо хоть сегодня нос не течет. То есть он у меня забит. Периодически, конечно, мне его приходится закапывать. Но как вчера, он сегодня не течет. Просто таким ручьем, когда нужно спасаться салфетками, высмаркиваться. Слава богу, нормально. Крайней мере, я надеюсь, что завтра утром все будет хорошо. Я смогу спокойно вести уроки. Если ты учитель или преподаватель, то, конечно же, тебе будет сложно работать с соплями, с насморком. Это не в офисе сидеть, где ты выполняешь определенную работу и можешь там сморкаться хоть каждые пять минут. Я веду урок. Я, соответственно, не могу этим заниматься. Надеюсь, что завтра будет нормально. Наверное, подруга моя тоже приболела. Но, опять-таки, повторюсь, какой-то у нас в учебном заведении вирус ходит. Многие болеют. Видимо, все вот так вот по цепочке заражаются этим ОРВИ. Сейчас уже полдесятого. Я где-то через час лягу спать. Стараюсь сейчас соблюдать хоть какой-то режим. И в будние дни я ложусь в половину одиннадцатого. По крайней мере, утром лучше вставать. Встаю я где-то в шесть двадцать, вот так вот. И вставать, конечно, очень сложно до сих пор, потому что я привыкла в отпуске спать до девяти, например, или до полдевятого. В шесть часов утра мне всегда вставать очень сложно. То есть я могу, например, встать в семь, в семь тридцать спокойно. А вот этот промежуток между шестью утра и семи утра, он для меня самый такой сложный. Я даже не знаю почему. Завтра начнется уже третья учебная неделя. И вот так вот дни полетят одни за другим. Мне молодой человек принес сегодня вот такие замечательные розы. Такие пышные, красивые, ароматные. Очень красивые. Я обожаю цветы и просто всегда радуюсь как ребенок. Очень приятно пахнут. Такие вот красивые розочки. Я их сегодня убирала в другую комнату, потому что бусинка, она охотится на эти цветочки. И растения также я убирала с подоконника от нее. Так что вот все. Теперь они будут стоять у меня вот здесь вот на кухне. Всем привет. Ну что ж, еще одна неделя позади. Уже прошло целых три учебных, рабочих, таких полноценных недели. Да, конечно, очень тяжело с непривычки. Но сегодня пятница. Сегодня у меня было с самого утра до четырех вечера. И я, в принципе, такая нормальная. То есть я не чувствую себя прям такой вот уставшей, убитой, как это было на прошлой неделе. Постепенно начинаю уже выздоравливать. Нос еще немножечко забит. Но уже, конечно же, чувствую себя гораздо лучше. Я уже сходила в перекресток. Опять купила кое-какие продукты. Сейчас вам покажу. Постепил мой любимый день. Это пятница вечер. Сегодня еще будет голос. Уже не дети. Обожаю эту передачу. Так что сегодня буду отдыхать. И, наконец-таки, сегодня я буду читать книгу. Ура! На неделе вообще никогда читать. Летом я, конечно, читала каждый день в любое время. Утром, в обед, вечером, когда захочу. Сейчас, конечно, уже нет. Работа, работа отнимает очень много времени. Плюс еще нужно подготовку какую-то делать к урокам. Допустим, редактировать презентацию, что-то добавлять, менять. Например, практические работы. В общем, куча всего. Поэтому просто не до чтения. Когда приходишь домой, уже хочется либо просто полежать спокойненько, либо, опять-таки, заниматься работой. К сожалению, работа преподавателя, она такая. Это не офисный работник, который может после работы прийти вечерком, про все забыть и заниматься своими делами. Преподавателю приходится еще делать определенную подготовку к урокам. В Питере сейчас потрясающая погода. Сегодня плюс 22, завтра плюс 24. Я первый раз вижу такой теплый сентябрь в Питере. Мне кажется, это редкость. Прям так здорово. Обязательно завтра пойдем куда-нибудь погулять, отдохнем. Завтра мы с моим молодым человеком вообще хотим сходить в зоопарк. Никогда там не была. Да вообще редко я хожу в подобные заведения. Сейчас не будем поднимать тему о том, что не надо ходить в зоопарки, животные бедные в клетках. Но давайте эту тему оставим. Мне очень хочется посмотреть на жирафа и на белого медведя. Видите, после целого рабочего дня, где я и так без конца говорила-говорила, я продолжаю говорить. Так вот, покупки. Во-первых, купила вот такие вот яйца. Дальше взяла филе грудки. Да, могу уже заговариваться. Филе грудки премиум. Такая вот индейка была по акции. Дальше моя любимая печенка. Я сейчас ее пожарю. Один лоточек и еще второй лоток. Это я поставлю в заморозку. Дальше капуста вот такая. Хочу потушить с мясом. У меня есть свинина. И думаю, еще другой кусочек пойдет у меня в салат. Дальше очень мне полюбились вот такие вот пудинги. Девчонки, если увидите, советую купить. Какие они вкусные. Просто обалденные. Это село зеленое. Два пудинга карамельные. И также вот такие вот шоколадные. Есть еще ванильный. Тоже обалденный вкус. Ну вот я взяла вот такие вот четыре. Советую купить. Дальше вот такой чай. Гринфилд. Вообще я сейчас стараюсь не покупать пакетизированные чаи. Стараюсь заваривать свежий чай. Но знаете, иногда утром некогда заваривать чай. Просто берешь пакетик, быстренько кушаешь и вылетаешь на работу. Творожная масса. Хочу делать сырнички. Дальше домик в деревне. Такая вот сметана. По акции был вот такой вот мейлер в упаковке. Тут три штуки. Мы любим с коллегами на работе кушать мейлер. Поэтому взяла. Нам про запас. Дальше подсела я на вот такую вот сгущенку. Сгущенные сливки с сахаром. Алексеевская. Безумно вкусные. И к сырникам, и к оладушкам, и к блинчикам, и к печенью. К чему угодно. Ну, конечно, много нельзя, так как это сладкое. Слишком много сахара. Но вот иногда прям хочется. Там у меня зефир с кусочками брусники эко-ботаника. Вроде бы когда-то покупала ничего такой. Также подсела я на вот такие вот финские хлебцы. Очень такие вкусные. Они мягкие. Такие корочки как будто бы. Как-то я раньше не обращала на них внимания. Потом один раз купила. И мне очень понравились. Поэтому стала их покупать. Здесь у меня лук. Тут я взяла яблоки. Хочу сделать шарлотку. И здесь у меня такие вот два пакетика укропа. Вот. Тоже хочу порезать и кинуть в морозилку. В общем, вот такой вот небольшой набор продуктов. Но на самом деле я купила на 1790 рублей. Такой вот чек. Еле дотащила. Очень тяжело. Когда в покупках есть капуста, это всегда тяжело. Всем доброе утро. Я только что проснулась. Как всегда, голоса с утра особо нет. Насморк еще остался. Но, по крайней мере, уже нос не течет. На этом спасибо. Я на прошлой неделе покупала вот такую вот сковородку. Вот сейчас я ее хочу распаковать. И хочу пожарить на ней сырники. Это сковорода Tefal. Покупала я ее в магазине OK. И на нее была акция. Она мне обошлась в 2000 рублей. Да, конечно, не бюджетно. Но я доверяю этому бренду Tefal. У меня здесь также была сковородка. Это, конечно, не моя сковородка. Но я и пользовалась тоже бренда Tefal. И она мне безумно нравилась. Но я все-таки решила, что надо купить уже свою сковородку и ей пользоваться. Это шикарный бренд. Такие сковороды обычно всегда долговечны. Они качественные. У них отличное покрытие. И жарят они всегда шикарно. Я выбрала сковородку с крышкой. Очень удобно, потому что в магазинах обычно бывает куча сковородок без крышек. Конечно, можно купить крышку отдельно. Это не проблема. Но мне хотелось, чтобы сразу был такой комплект. Диаметр 24 сантиметра. Такая вот здесь крышечка. И вот так вот эта сковородка выглядит. Очень я довольна. Довольно-таки она глубокая. Я уже жарю себе сырнички. Эта партия у меня уже пожарилась. Сейчас жду эту партию. Как видите, у меня крышечки нет. Вот этого верхнего колпачка. Потому что его надо вкрутить. Вот такой механизм. И вот она сама пимпочка. Первый раз такое вижу. Ну ладно, потом вкручу. Нужно отвертку где-нибудь достать и вкрутить. Я наконец-таки вышла. Сейчас уже 14.00. Погода обалденная. Вообще многие ходят в футболках. Ветер довольно сильный. У меня уже вся прическа растрепалась. Я иду в кожаном плаще. Надела легкий шарф, но мне жарко. Так что я начинаю раздеваться. Все реально ходят в футболках. Прям на улице, как будто бы лето. Не думала, что так жарко. Конечно, дует сильный ветер. Где-то, наверное, 10-15 метров в секунду. Но с ветром вообще не холодно. Даже сказала, что на улице тушно. Я, наверное, сейчас свой кожаный плащ сниму. Шарф тоже я зря взяла. Но пусть будет, потому что я буду гулять до вечера. А мало ли, потом резко похолодает. В Питере погода не постоянная. Сейчас может быть жарко. А через три часа может пойти дождь. И резко похолодает. Да, и такое уже бывало. Завтра, конечно, уже воскресенье будет плюс 17 днем. То есть сегодня 24, завтра 17. Поэтому только сегодня такой классный выдался теплый денек. Я сейчас еду на Горьковскую к своему молодому человеку. И мы идем в зоопарк. 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 И мы идем в зоопарк.